я не слышу хей огое с вами шутки мы продолжим пройдите ру под названием call of the flow короче ну что я не знаю что нам делать пойдемте наружу искать тогда все это дело но хотел бы книгу тут забрать эту записку но там можно понятное дело что ничего не сделаем тут можно надежно спрятаться наверное это осталось от старого победы объявление о розыске брайана бэртон лома еще его можно использовать как оружие вопрос надо проверять я их не дам я не дам эти черты дверь заперта я не увидел то что здесь есть он теперь я знаю что мне слово кто здесь Ага. Ага. Боже. Ага. Кто здесь ходит? Взять его! Готовься убереть! Иди сюда! Готовься убереть! Иди сюда! Сколько их здесь? Ладно, я пока не знаю, что это у нас или нет, но давайте пока что... Сохранюсь это, но по-любому. С этой стороны я ее не открою. Двери заперты. Иди сюда! Взять его! Взять его! Жига! Взять его! Взять его! Типа, они бесконечные здесь? Просто для чего делать бесконечное количество врагов? Эй, ты там! Сдохни! Иди сюда! Сдохни! Иди сюда! Сдохни! Ага. Короче, нормалун, так сказать, бьет. Не двигайся, чужок! Все? Хорошо, давайте допустим, и я так уж и будет... Так уж и быть. Если я сейчас подойду к машине и снова загорятся фонари, значит здесь... Не, походу я просто всех попере убивал. Объявление о розыске Брайана Бернова. Сгоревшие обломки. Ну да... Да... Пусть, ладно, пофиг. У меня единственный минус, наверное, жёсткий был, это то, что... он лом... Ну, если по-тихому ударить, то он ваншотит. Однако, снова шифти-фифти здесь. Ситуация вся эта... Заперта. Тут я не пройду. Внизу что-то есть. Решётка слишком тяжёлая, и голыми руками её поднять не получится. Решётка слишком тяжёлая, и голыми руками её поднять не получится. Вот ещё вопрос, я могу стрелять без перезарядки? Отсюда видна главная элип... Какого чёрта в натуре? Ключи, где мне взять ключи? Закрыто. Что ты говоришь не так с Констеблем Мартином? Это инсмаутская внешность, Чак. Наверное, ты уже видел, сколько горожан покрыто пятнами. Об этом много историй рассказывают в Аркхеме и Ипсвиче. Мартин совсем плох. Ему каждый день приходится часами в ванной сидеть, чтобы кожа не высохла, понимаешь ли? Я слышал, как об этом судачили. Говорят, он уже почти готов уйти. Что бы это ни значило. Но в итоге, что получается? Дверь закрыта. Я это трогать не буду. Ванна покрыта коркой грязи, к которой прилипли лоскуты кожи. Не поддается. Закрыто. 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 У нас один вариант идти просто прямо тогда. Возможно, позже. «Стой! Где стоишь, чужак?» О бля… Стоять на место, чужая! Готовься, сдохну! Иди сюда! Не пойду, иди! Угу. Типа, и был смысл туда идти, если там все бессмертные. Давайте я сюда попытаюсь запустить, так как здесь у меня больше ресурсов всё ещё, как бы. К бросам остался, пройдём, да и всё. Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Внизу что-то есть. А, ломиком. У нас вариантов нету куда идти. Вот, а теперь можно здесь как раз и сохранить всё, потому что я как раз и сэкономил все эти. Сынки. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. 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 Мне тут не нравится. Я не хочу умирать. Ой, ну так темно! Очень больно! ну что ну что его так пугает сейчас большое количество мертвых крысь это земля ну для такого монстра не будет двустволком для обычных у меня будет пистолет для таких здоровых будет двустволком так снова у меня состояние тела хорошие хорошие я могу конечно после конца этой серии посмотреть был ли на самом деле там кто-то планет того что мог бы есть такие открытой там кто-то кажется что это снайперские пули винтовки для автомата пулемета йо-моё не открывается дверь заперта неплохо очень неплохо заперта тут я не пройду но почему ты сможешь пройти 9 так настройки управления клавиатуром почему нету горячих кнопок типа что типа ну типа типа сначала нужно сводить брайана из тюрьмы не поддается не поддается не поддается или сразу взять нитки давайте сразу возьмем ну если чем нас хранение есть перри запущусь да и все но по сути наешь ничего не не получилось закрыта не думаю что мне нужно сейчас это использовать всевозможные за все ящики все ящики заперты типа иного способа я не знаю как попасть до его нету как я могу его освободить если его нету я тут не пройду я же вот этого понять момента не могу типа я не пойму куда мне идти типа я не пойму куда мне идти я помню Генри Генри так меня звали мой отец звал меня Генри мой настоящий отец нет нет Генри а я а я в так в так в так СТОН! 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 ЗАПЕРТО! Я не смогу попасть внутрь. Не самый разумный выбор средств передвижения для побега. Я понял. Стой, где стоишь, чужак! Ладно, будем отстреливать от всех. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА О, на пофиг. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А мне... Две пули в башку, что ли, прилетело? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Жар от пламени просто невыносим. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Поехали! На этом чувачок прыгает по верху. Заперто. Я не смогу попасть внутрь. Да я никак не смогу попасть внутрь. Может быть я вообще сломал это все дело. Если да, то придется застрять ранее потом этот уровень. С этой стороны я ее не открою. В смысле? Я не могу их открыть. Серьезли? Прикольно. Двери заперты. Хотите сказать мне по сути только туда? Потому что наверху дверь не открывается. Я никак там ничего сделать не смогу. Даже если бы и захотел. Судя по грязи, тут недавно кого-то или что-то убили. Давайте просто пробегусь по-быстрому с толкой. Я понимаю, что здесь ходит. Вот так херовина, которая сейчас по крышам бегала. Я думаю, ее было нелегко не заметить. Я думаю, ее было нелегко не заметить. А, у меня только нитки надо. Она похер. не открывается. Не поддается. Какая же сложная ситуация у нас. С этими непонятками куда идти. Я просто не понимаю. Типа я иду, но куда, для чего. Типа я иду. Типа я иду. Типа я иду. Типа я иду. а то есть он ваншотит вы поняли чем херни я вам объясню это херня ваншотит поэтому мы никак не пройдем туда понимаете то есть это бессмертный враг черный комбинезончик его назову то что он бессмертный а так как я изначально обманул чуваков и же двое снаружи добивала тогда вот а я еще резко зашел и спрятался походу вы здесь я как раз и игру сломал что я ходила двое все короче я без понятия что делать давайте еще раз похожи по брошей потом продолжим боже мой ключи все время здесь висели оказывается жизнь каких не заметил тала если счастье сюда кто-то ворвется чтобы ключи от камер теперь я смогу выпустить браина уже 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 открыто Это Томас Уэйт. Вероятно, смерть Рамона довела его до того, что он перерезал себе горло. У них не хватило порядочности даже на то, чтобы унести тело. Генри! Генри! Так меня звали! Еще одна смерть на моей совести. Мой отец звал меня Генри. Мой настоящий отец. Он же сумасшедший. Думаю, выпускать его не самое лучшее. А я Дагон. А я... А я... Фтагган. Фтагган! Не самая лучшая идея. Он же сумасшедший. Думаю, выпускать его не самая лучшая идея. Листик мне нужен этот листик. Ладно. Открыто. Похоже, когда-то в этой камере был пожар. Старый корабельный журнал, на котором написано имя Обед Маш. Руковисть тяжелая обложка. Так это было. Небольшая связка включает тюремный камер. Судовой журнал Капитана Обеда. Судовой журнал Капитана Обеда Марша. 6 марта 1823 года. Все еще в пути в Китай. К востоку от Ахиоэта и другое назначение Таити. Мы наткнулись на остров, который не было на наших картах. Я приказал бросить якорь неподалеку от берега. И мы отправили шлюпку, чтобы пополнить запасы пресной воды и провизии. Островитяне не желали менять товар на наше золото, которое, по-видимому, у них не в избытке. Я спросил, откуда у них золото, надеясь наладить на берегу его добычу и обработку. В ответ на мой вопрос, меня отвезли на небольшой остров неподалеку и показали какие-то каменные руины. Очевидно, очень древние. Вырезанные на них образы не похожи ни на что того, что я видел за все свои путешествия. Мне сказали, что это город морских богов, который дают золото, если им попросить. Думаю, это наследие более развитой цивилизации, исчезнувшей с лица земли. Очевидно, местные туземцы находят золото в руинах. Я обстоятельственно рассматривал старейшие жители острова о руинах, расспрашивал. И мне рассказали настолько дикие и невероятные легенды, что я до сих пор не нахожусь под впечатлением. Возможно, когда все золото будет собрано, а вместо с ним и обеспечено мое будущее, я раскрою местоположение острова, чтобы его тщательно изучили. Выменяв большое количество золота в дополнение к свежей воде и продуктам, мы возобновили свои путешествия. Я разъяснил команде, что об этом острове не стоит никому рассказывать. Если слух о нем распространится, сюда обязательно кто-то нибудь направится. Незадолго до нашего отбытия, вождь Валакея подарил мне набор небольших металлических дисков, которые, очевидно, создали те, кто построил лежавшие в руинах здания. Вождь сказал, что при помощи этих дисков и особого заклинания можно призывать морских богов и попросить их о дарах. 4 июля, 1838 год. В очередной раз посетил таинственный остров, мы не нашли никаких следов пребывания людей, с которыми торговали столько лет. Их деревни разрушены, а от населения не осталось ни следа. Похоже, их уничтожили какой-то другой племян. Команда очень расстроилась из-за того, что мы больше не сможем получать здесь золото. Единственный способ самими обнаружить его источник, тщательные поиски среди руин в течение целого дня. Ни к чему не привели. Однако после этого некоторые члены команды страдали от ночных кошмаров. Похоже, эти путешествия нам не принесли никакой прибыли. И нам придется вернуться в Инсмаут. С пустыми руками и карманами не самый лучший исход делом. Город привык на нас полагаться, а то золото, что мы провозили из-за моря, для осуществления торговли пропало с окончанием войны в 1812 году. Что же теперь станет с нашим родным портом и со всеми нами? 18 августа, 1838. Проглядывая коллекцию сувениров и диковинок, которые я собрал в путешествиях по Атлантике, чтобы утешить себя приятными воспоминаниями, я наткнулся на странные металлические диски, которые подарили мне старый Волокаев и его племя. Я уже совсем забыл про них и про те истории о морских богах, которые подарят золото. Но теперь мне не дает покоя одна задумка. Не знаю, рассматривать ее как в последнюю надежду Инстаунта, или признать, что от отчаяния я повредился рассудком. Неужели я сошел с умом? Приведено с острова Золотые было настоящим. Возможно, и морские боги тоже существуют. Морик на дальних рейсах видит много непонятных вещей и старается ко всему относиться непредвзятым. После долгих усилий мне все-таки удалось вспомнить заклинание, которое мне научили Валекеа. Сегодня ночью я пойду на риф дьявола и попробую произнести заклинание и использовать диски. Возможно, морские боги нас спасут. А если этого не произойдет, я признаю поражение и соглашусь на пансион в сумасшедший дом. Позднее той же ночи морские боги существуют. Я их видел и говорил с ними. У меня в руках немного их золота, уверен, это лишь малая часть того, что мне дадут позже. Но цена, хоть может ли цена быть слишком высока, если наканут в выродный дом. Инсмаунт снова будет расцветать. 23 июля 1846 год. Сегодня в Инсмаунте день смуты. Мне и тех, кто мне верил, бросили за решетку наши благочелеческие соседи. Они радуются процветанию, которое я вернул городу, но никак не могут смириться с нужными для этого средствами и моими властью. Нужно их проучить. Они понятия не имеют, против каких сил выступили. Ужасную сделку, которую я заключил, отменить нельзя. И, заперев меня в тюрьме, они поставили под удар весь город. Город, который они хотят спасти. От моего влияния. Но спасаться уже слишком поздно. Как я уверен в том, что с утра будет прилив. Также я уверен, что существа Сарифа придут в Инсмаунт. Они придут в поиске того, что я не смог им дать. И накажут тех, кто в этом повинен. Про веники. И не догадываться о том же ужасе, который придется в Инсмаунт. Сегодня ночью буду ужасным разрушением. 1846 год Запишут в историю города как год страшной катастрофы. Я также позабочусь, чтобы 1846 год стал первым годом новой эпохи. Эпохи, в которой мы не будем мириться с любой угрозой нашему делу. С этого года я стану тираном. И мои потомки будут такими же. Но лишь для того, чтобы избежать большого зла. Ну что, думаю, давайте на этом закончим следующей серии. Тогда откроем дверь нашему другу. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok